Так, привет команда! Сегодня кое-что хочу вам рассказать. Очень важную информацию. Не умею пока записывать себя веб-камерой, поэтому пока фотографию свою поставила. Значит, смотрите, очень важно. Когда вы все приходите в команду, я сразу вам говорю, чтобы вы начинали развивать личный бренд. И личный бренд это очень важно. Но я как бы сама до недавнего времени не совсем понимала, что это такое личный бренд. Бывает, иногда посмотришь вебинар одного спикера, вроде все понял, а не в ту сторону все равно несет, не так все это получается. И вот я тут наконец нашла хороший вебинар, я вам все его сбрасывала, я в чат его бросала в скайпе, Анна Шакира. Шапира. Она очень хорошо рассказала о том, как она работает личным брендом. Конечно, те, у кого уже задел какой-то есть, например, как у меня, или у девчонок, которые уже на уровнях. Света Комарова может уже запросто начинать личным брендом работать. Но есть такие девчонки, которые только пришли в проект. Только пришли, и я говорю, развивайте личный бренд. Но мы потом когда-нибудь, мы же еще пока не освоились, и так далее, и так далее. В чем дело? Смотрите, в чем суть? Что такое личный бренд? Это не значит, что вы должны уже быть на уровне директоров, это не значит, что у вас должны быть уже картинки, фотографии с чеками. Нет, конечно, вы там в больных платьях. Понимаете, личный бренд – это ваша жизнь. И после того, как вы зарегистрировались в проект, вы все равно наверняка кому-то рассказали. Кто-то начинает сразу с теплым кругом работать. Как только вы начали работать с теплым кругом, люди начали к вам присматриваться сразу же. Кто-то пусть даже и не сказал никому, но все равно кто-то знает, какие-то близкие друзья, семья, подруги все равно знают, что вы пришли в проект. И за вами начинают наблюдать из любопытства. И в итоге, когда люди заходят на вашу страничку, они периодически на нее заходят. Я сейчас говорю в данный момент о страничках в «Одноклассниках». Люди периодически туда заходят, на эти странички. Что они там видят? Зайдите к любому человеку на страничку в «Одноклассниках». Зайдите. Вам же наверняка, допустим, кто-то отправил приглашение «Дружите». Вы заходите к этому человеку, смотрите, чем он дышит, как он живет. Что мы видим? Мы видим кучу фотографий, на которые этот человек поставил классы. Мы видим кучу высказываний мудрых с каких-то групп, кучу рецептов, на которые мы тоже ставим классы. Мы видим, человек видит кучу опросов, в которых этот человек участвует. То есть, смотрите, я до недавнего времени не совсем понимала. Я говорила вам как? Не ставьте классы. То есть не ставьте классы, если вас просят прокачать, допустим. Не ставьте классы, просто прокачивайте. Потому что если вы поставите классы, ваши друзья это увидят, и они могут просто уйти реально к этому человеку. Может быть, он вам больше понравится. Не участвуйте, пожалуйста, в опросах. Не участвуйте. Если вас просят прокачать или еще что-то, не участвуйте. Просто напишите комментарий. Все. Если вы заходите... В общем, вы должны подготовить свою страничку. Вы должны... Мы все должны подготовить свои странички. Я сейчас в данный момент говорю только об Одноклассниках, потому что в других соцсетях так не видно этого. То есть человек должен зайти на вашу страничку и увидеть там в ленте только вас. Только все о вас, о вас любимом. Что там можно? Я советую избегать рекламы. Реклама, вирусный маркетинг не нужен. В своей ленте он не нужен. Не надо его туда лепить. Можно, наверное, поставить несколько картинок, где вы вирусные картинки делаете, которые с вашей фотографией. Вот именно от вас написано. Вот такие можно. А вот эти, которые по интернету гуляют. Не надо их ставить. Не надо эти мотивирующие картинки ставить. Они уже всех достали, они всем надоели. Поставьте свои красивые фотографии. Ну наверняка у кого-то у вас же есть там с мероприятий на работе, какие-то там у вас были праздники, вы где-то с детьми гуляли. Красивые фотографии. Возьмите просто те же мудрые мысли, которые в их группах там вам нравятся. Те же мудрые мысли. Поставьте фотографию и подпишите ее, как заметку сделайте с этой мыслью. Ну чтобы там, естественно, было по теме. Что-то напишите от себя, чтобы видели вас только люди. Если вы фотографируете что-то из продукции, то вы фотографируете это с собой. То есть не просто сфотографировали, вот мой заказ. А вы там сама сядьте сзади на фоне заказа. Или просто в руку возьмите, да, так как селфи сделаете. То есть чтобы люди видели, что это вы, что это ваш заказ, а не просто картинка, взятая с интернета. Вот. Вот Анна очень хорошо рассказывает о том, как все это можно делать. Куча, вот мне, например, я уже начала это делать. Я думаю, что вы это уже видели. Вот. Я думаю, что вы видели. Вот эти ролики я стала записывать. Очень пошли просмотры. Комментарии появились уже к роликам, к моим. Коротенькие они. То есть в принципе ее посмотреть и можно сразу. У меня, например, куча мыслей в голове возникла после просмотра. Не ставьте классы. Не ставьте классы. Отучайте себя ставить классы. Если вы все равно смотрите ленту, там есть ваши друзья, там у кого-то из друзей чего-то там вам понравилось, дети или что. Зайдите к этому человеку, поставьте на картинке оценку. Оценку не будет видно. Понимаете? Не будет. Не ставьте классы. Человек должен зайти к вам на страничку и видеть там только вас. Многие работают в одноклассниках, имея кучу рабочих страничек в одноклассниках. Что мы на рабочих страничках делаем? Мы туда заходим на рабочую страничку, открываем там кучу людей и начинаем их приглашать в друзья. Вот как я делала раньше. Я открываю кучу, там 10 человек, например, открываю. Каждому захожу на страничку, смотрю, чем он дышит. То есть, ну, чтобы он не был наш сотрудник, допустим, там еще там какая-то севая компания, чтобы Фаберлик не был и так далее. Я ставлю, как раньше, как правило, ставила класс на аватарку этого человека. Там несколько фотографий с детьми классы ставила и потом приглашала в друзья. В итоге человек увидел, что я его пригласила. Он зашел ко мне в ответ на мою страничку рабочую, что он там видит кучу классов, непонятных фотографий, непонятных, незнакомых ему людей. То есть, то же самое мы делаем. Вот как мы делали, то же самое, только мы вместо классов ставим теперь оценки. Просто заходим на фотографии и ставим оценку 5, допустим. Все. Таким образом, ваша лента, это будет только ваша лента. Можно несколько перепостов сделать, поделиться как-то. Сейчас у большинства из вас есть группы. Поделитесь какими-то вашими мыслями, вашими какими-то высказаниями, чтобы они были ваши, чтобы фотографии были ваши, чтобы вы были там с детьми, чтобы вы там были красивые. Фотографии с мероприятий ваших. То есть, вот понимаете, чтобы страничка была о вас. Вот это вот все, что я хотела вам рассказать. Кратенько, пожалуйста, давайте готовьте свои странички. Как только вы пришли в проект, вот только вы пришли, вы начинаете сразу готовить свои странички. Вконтакте, там нету такой проблемы, там ставишь, не ставишь. Если ты не делишься чужими мыслями, там с групп или еще чего-то, то там проблемы такой нет. Я, допустим, выхожу как из такой ситуации. У меня своя группа есть, я туда делаю посты и потом этими постами сама делюсь, сама себе в это. У меня там посты идут только с моей группы. Потом также я с контакта, там есть поделиться сначала нажимаете, потом экспортировать. Я туда, я экспортирую это в Facebook. Вот таким вот образом я сейчас сделаю. То есть, дальше, что еще нужно сделать? Сейчас, в данный момент, вы зайдите, пожалуйста, на свою страничку в Одноклассниках. Допустим, на все, наверное, сразу нет. Постепенно будете на брендовые странички, на ваши личные. И когда вы заходите на страничку, нажмите на имя, фамилию, отчество, где стоит. Вот Наталья, допустим, Зубкова у меня. Туда вот нажмите. И вам выйдет вся ваша лента. Вот когда человек к вам на страничку заходит, он видит вашу ленту. Уберите из этой ленты, там есть крестики, все поудаляйте, лишние опросы, лишние вот кто-то вы кого-то в друзья добавили. А то бывает, попросит человек к нам в друзья добавить, коллега, да, выставит там 10 новых страничек. Мы заходим к нему, добавляемся в друзья. В итоге человек к нам зашел, а у него видно, ой, добавила друзья там кучу, например, Маши Ивановых. Маша Иванова, Маша Иванова, Маша Иванова, Маша Иванова. Фотографии там меняются в разных рамочках и так далее. Ну и согласитесь, это как-то не очень, да, смотрится. И вот кликните на свое имя, фамилию, это будет ваша лента. Почистите сразу же прямо сейчас ваши ленты, чтобы это была страничка о вас. Понимаете? И, пожалуйста, кому, кто не смотрел еще это видео, пишите мне, я вам скину вот это видео, посмотрите. Начинаем так работать. То есть это нужно начинать делать с первого дня. Ну вот, пока все, что я хотела вам сказать. Давайте, пока-пока.